Это стоит. Конечно, в БУ состоянии. Не в новом состоянии, а в БУ состоянии. Ну, а в новом состоянии. Хорошо быть. Теперь, ну, это правило мне так. Да, нас ремонт интересует. Да, не вот это 58. Мы понимаем. Теперь насчет ремонта, да. Интересует вопрос. Я вот теперь говорю. Сейчас комиссия смотрит на уже фактические документы, компонует. Это не только техзаключения, это не только оценка. Сразу они смотрят. Долго они будут комповать? Ну, там, знаете, какой большой... У нас лета три месяца. Полтора тысячи документов. Ну, друзья, правильно поймите. Не дай бог, одна цифра, что-то будет неправильно подписано. Будут оспариваться, переходите. Это вот поэтому вами же в первую очередь будет оспариваться. И мои коллеги не хотят допустить никаких ошибок. Все внимательно смотрят. Иногда даже начиная с самой заявки, заявления, указываются неточные данные. И фамилии где-то некорректные написали. Мы это все разбираем заново, выдеваем с базы, смотрим. А вот строительные материалы тоже будут будут? Строительные материалы тоже будут будут? Не только. Не, ну правда, очень смешно. На вопрос отлично. Это не просто так. Это большой колоссальный труд. У нас по району полтора тысячи домов. Я все понимаю. Вы хотите сейчас строили себе этот труд? У нас все. У нас 15 населенных пунктов. Бешколь, вот, семипалатная есть. Работу тоже будете в семипалатной перевозить? Сейчас индивидуальный вопрос. Чтобы людям удобно было, мы у нас в райцентре проводим эту работу. Будем выезжать и большую малышку, члены комиссии, и будет выезжать семипалатная, и боголюбую. Давай протеплищем. Теперь касательно работы комиссии, по мере подготовки документов, туда, если аварийный дом признается, сразу же мы будем подыскивать вам на приобретение квартиры. На данный момент эту работу мы ищем с риэлторскими компаниями на рынке. Вот сегодня я сам лично встречался с риэлторской компанией. Нет, конечно. Давайте я вот отвечу. Давай, тихо, 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 ребят. А с андриками нельзя искать. Нам интересно, когда это будет закончено. Риэлторы, а мы сами можем искать. Мы будем в кратчайшие сроки, это может затянуться в течение двух недель. По мере подготовки документов. В каких районах? Касательно, если аварийный дом, касательно поиска квартир, понятно здесь. Здесь в Тепличном затоплено, да, у нас было 93%. Однозначно здесь мы искать не будем. Мы будем искать в Бишкуле вокруг чертей вообще Хазжарского района. А почему не в Тепличном? Почему не в Тепличном? В Тепличном. А потому что здесь дорого. Потому что здесь дорого. Потому что здесь дорого. Завтра вы же сами вопрос задаете. А если завтра опять вам этот дом? А вот это второй вопрос. Где дамба у нас? Этого не должно быть. Этого не должно быть. Будет дамба у нас. Будем искать в пределах Хазжарского района. Почему Аким области сказал, город, пожалуйста, вы говорите Хазжарский район? Почему? В целом, наверное, Аким обозначил всю ситуацию по области. Он здесь на встрече с жителями Депличном. Конкретно задавал человеку. Люди, которые были, жили с города Петропавловск. Это задал человек с города, не с города, а с тепличного, который... Давайте я отвечу на вопрос. Про тепличное, пожалуйста. Если есть, будут люди с аварийными домами, будем искать вокруг города Петропавловск. Начиная с города, с села Бишколь. Да, они так же были затоплены. Пределы 20-2 миллионов тенге. Что нам надо менять? Дальше. Мы все понимаем. Все равно. Город Петропавловск, вы знаете сами, да, большое количество подтопленных людей. Порядка двух тысяч. Они сейчас такую же работу проводят, чтобы своих жителей обеспечить квартирами и домами. Почему не дать остаться здесь, на нашей земле? Люди хотят здесь остаться. Почему? Есть какой-то... В аварийных домах. Нет. Дайте деньги, они построят дома. Нет, я не буду строить. Вы дайте деньги, люди построят дома. Давайте не шуметь, а. По какой причине нельзя строить? Почему? Теперь второй вопрос. Касательно ремонта. Нет, давайте вопрос. Давайте ничего больше. Здесь строим. Когда дом подлежит по решению техоценки, ремонту, то тогда сразу мы параллельно, вы все знаете, проводили дефектовку домов, чтобы этот процесс не стоял. Сейчас изготавливается сметка. Сразу же мы будем на комиссию, когда приглашать, говорить, так, господин Иванов, у вас дом был подтоплен, но тех заключениям был признан к продолжению ремонта. Тогда мы сразу смету тоже показываем, ознакавливаем вас сметой. Условно там определенная сумма идет. Это все строительные материалы с учетом дефектовки. С этой сметой соглашаетесь, то тогда мы вам на личный счет эти деньги выплачиваем. Вы уже проводите. Если не согласны, то тогда, конечно, будем это все рассматривать, дополнительно изучать. Но на данный момент, да, есть вопросы, где-то эти все сметы мы перепроверяем, чтобы ничего не упустить. Мы знаем, что здесь у нас печное отопление. Где-то учли печку, да, то, что печка провалилась. Где-то не учли, где-то там еще какие-то. Мы все это дефектовку проверяем. Это не просто так, завтра вызвать вас на комиссию. И здесь какие-то моменты не учли. Это, знаете, да, и вам неприятно, и нам, конечно, неприятно. Мы хотим, чтобы у нас документы были в полном соответствии, друзья. Чтобы пришли, это все будет заканчиваться по мере подготовки документов. Вот честно говорю. Мы торопимся, мы торопимся. Вы ответите на вопрос, почему людям нельзя остаться здесь? Почему люди не могут? Есть официальные документы? Вы можете, вы дайте официальные документы? Однозначно там мы будем дать. Это сосед рядом живет, сосед рядом живет, этот сосед живет по середке человека смывет. Почему он не может назад построить дом? Почему вы выгоняете людей? Это поселок был под топливом. И что? До этого он здесь... А до этого он не тонул никогда. Будет ли дальше ход в их клокацию? Не надо мне говорить тихо. Я такой же житель. А что там бы пошут, они на мне отвечу вставят. Нет, вы ответьте, есть какой-то документ на эту... Есть документ. Я понимаю, что вам сейчас выгодно слушать того, кто ничего не понимает. Для жителей вот как раз и строится, да, там, я еще раз повторюсь, друзья. Там город сейчас обеспечивает, да, там, Больше нас подтоплено, да. Там строят дома порядка 80 квадратов в пределах 22 миллионов тенгей. Но у нас в Казужарском районе такой возможности нет. Во-первых, чтобы дома строить, вы знаете, план детальной планировки, подведение инженерных сетей нужно. А у нас этих участков на самом деле нет. Нет. Кто запрещает, какой документ запрещает строить на своем месте? Ответьте на этот вопрос. Мы в короткое время не сможем сделать соответствующие документы. Я понимаю, вы не задаете ничего, ровно, с счетом. Уйдите, пожалуйста, или не мешайте мне задать вопрос. Дороги, это свет, это вода, это все инженерные коммуникации. Мужчины, которые имеют в этом какое-то понимание, об этом прекрасно знают. Извините, пожалуйста, чем мы отличаемся от тех людей в городе? Было такая возможность, там есть участки. Просите у республиканского бюджета, был президент. Это не бюджет, это не бюджет. Это не бюджет. Это не бюджет. Это не бюджет. Вы наш представитель. Почему? Обращайтесь к президенту. Почему мы через дело-то будем писать? Обратитесь, государство это порядок. У нас нет порядка ни в поселке, ни в информировании населения. Возле моего дома гора мусора, мертвые рыбы, то, что я вытащил со своей территории, это лишить никто не убирает. Ладно, с грязью, с грязью, ладно, давай. Создайте списки. Государство это порядок. Нам нужны списки, где вы будете убирать, отправлять техники. Затем грязь. Мы выйдем за грузик. Мы поможем. Молодой человек, насчет вывоза мусора наша техника ходит. Она ходит беспорядочно. Подождите, если то, что нам пришли, проинформировали, это не означает, что мы не работаем. Мы этот мусор вывозим каждую неделю. Если вы мусор, да, он выгрузили из дома, вытесли мусор достаточно. Эту работу мы постоянно будем вести. Приходит уже, я знаю, что по этим улицам уже в пятый, шестой раз вывозят мусор. Вывозят. Пожалуйста, делитесь предыдущим вопросом. Вы говорите, что нужно подводить коммуникации. Отопление. Вы ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Это долгий процесс. Вы почему уходите от вопроса? Давайте запланируем, давайте сделаем. Мы элементарную, наша страна элементарную насыпь не смогла построить. При мире здесь был. А почему? Пожалуйста, разрешат ли дальнейший год в эксплуатацию. От этого зависит. Остаются ли ремонтируются. Однозначно, строительство в подтопленных зонах не будет разрешаться. То есть нам там униждать. Нет, почему те дома, которые будут отремонтированы, дальнейшие годы запланируют. Почему запланируют строительство здесь? Почему запланируют восстанавливать дома? Будем разрабатывать ПСС на капитальный ремонт. А сроки будут? Да ее нету. Как там можно ремонтировать то, чего нет? Конкретные сроки дамбы. Да ее кусочек, тут аппетит есть, а дальше дамбы-то нету. Дальше будем работать над этой частью. Нет, а сроки есть конкретные по строительству дамбы? Вы, пожалуйста, скажите, какой есть документ, который запрещает людям сейчас восстанавливать свое жилье? На собственной земле. Если бы она была, она бы, возможно, мы бы ее и доделали. И она же в 17-м году вот здесь левую сторону спасла. Как она держалась, если бы там у вас не было? Вот, левая сторона. Нет, две части деревни, в этой части в Шинаму, а в этой части в Шинаму. А вот эта обмалование там была, есть. Они ее ухатали, они... Вы знаете, что вода вышла очень большая. Мне кажется, людям надо лицо попроще взяли. Почему не разрешат дальше строить? Она ушла 2 метра выше, 1,5 метра. Люди, мои хорошие. Можно мне... Скажите про... Я вот агроном здесь проработала с 70-го года. Четыре года после института Омского по Зернам. И знаю эти поля. Они башни, которые заливались. И как быстро, через 2-3 недели вода снова собиралась в русло реки. Вот такая особенность рельефа нашего. И здесь Мичуринские поля. Вот там в низине от асфальта, от Озерновска, который идет на город. Это наши башни были, клетки, которые затапливались через гальянку, которая движется в направлении Пестрова. А основное, когда идет река, с большим половодием. Башня, это вот где подстроены сейчас коттеджи. Это наши башни. С нами никто не разбирался. Как садхоз рухнул. Сразу стали эти земли продаваться. И отдаваться под дачи. И кто, не знаю. Теперь, во-первых, стало высоко, стали строиться коттеджи. Это преграда оттоку воды в Ишин снова, возврату воды. А во-вторых, еще глупость сотворили. Выстрелили длинную дамбу от нашей, которая старая вот эта дамба, которая всегда нас спасала. Даже в 17-м году она нас спасла. Эта дамба. Вот ее бы только укрепили немножко, и уже бы село не затопилось. Однако создали вот эту дамбу очень близко к старице. И когда двинулась вот эта большая вода, ей просто некуда было течь. Она где, у нее время, и на Иси, Григорьевна, вы неправы. Подождите. Почему неправы? Когда там рвануло, и нахрепило, я бы там рядом... Тишите, послушайте, послушайте. Не неправы. Вот двигается большая... Успокойтесь, пожалуйста. Двигается большая вода. Она, естественно, излишняя разрывается. Поема, это та башня нашего сего ворота, Питомниковского. Вот там 400 с лишним гектар, которые сейчас застоят. Она стала, естественно, размываться под напором. Но это не спасет ни коттеджей. И вот она... Что там стала затапливаться, но главное, что она теперь с трудом возвращается. Препятствует эта дамба. И поэтому вы не идите сейчас на какие-то дамбы в пойме. В пойме дамбы не должны строиться. Не должны. Что нам делать? Переселивайтесь. Переселивайтесь. А что или нет? Мы уже построились. Нам дали разрешение на строительство. Они прошлое. Вот та дамба, она заставила. От того разрешать ли тут дальнейшее строительство зависит? Будет ли у нас дамба, люди? Поэтому о дамбе, о строительстве дамбы пока вопрос на пашке должен быть закрыт. Нельзя строить. Должны разрешить строительство. Должны оставить земли. Тем, кому они принадлежат земли. Какое право имеют забирать землю? Батя, мы же на индивидуальный ресторан прием пришли. Да, наверное. Записывайтесь на прием. Мужчина. Где? По социальному вопросу. Давайте, где? Давайте, где? Отоним все. Мы чудо прямо уже. Куда задавят его там? Насчет обвалования. Индивидуальный прием. Давайте, дамба. Давайте, дамба. Насчет. 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 Друзья, честно, скажите. Сколько спитаемых. Честно, скажите. А вам дамбы надо. Еще дамбы мы сейчас параллельно. Вообще техническое состояние дамбы изучаем. Сами у нас знаете, да? Сколько она там по расстоянию, высотой и так далее. Да. Есть вопросы. Вот сейчас будем разрабатывать. В дальнейшем заказывать разработку поезда. Будем привлекать. Чтобы нам посмотреть. Потом деньги будем запрашивать. Насколько это сейчас нас поддержит, сразу выделят деньги. Сейчас я вам сказать не могу. В любом случае, на следующий год мы также будем стараться. При весене полагодия. Друзья, дамбу. Хоть и даже хоть, но эту работу мы продолжим. Вы знаете, процедурно. Тем более, вы знаете, объем бюджета, наверное, будет не маленький. Тогда соответствующие деньги, чтобы дамбу устроить, там есть свои террористические программы. Ну вот Котика разрабатывала в 21-м году за 8-9 миллионов проект. То есть, они разрабатывали. Можно как-то изучить их проект, да? И вообще посмотреть. То есть, если бы было по их вот этой всей документации построена дамба, она бы нас спасла. Если бы так, то берите этот проект и стройте уже. Ну насколько этот проект на стадии экспертизы, да? Да, проведите экспертизу, если бы она нас спасла, берите и стройте ее. Они надежные. Теперь касательно вопроса насчет строить, не строить. Да, однозначно, вот если аварийный дом признается, мы вместо него будем приобретать другой же участок. Этот дом на этом месте строить не будем. Этот дом, этот земельный участок мы автоматически переписываем на фонд Акимат сельского округа. Это кто-то будет строить дома другие, да? Государство помогает. Да, и возмещение ущерба вам будет предоставлена квартира. Смотрите, возмещаются за счет спонсорских средств, а земля переходит к государству. В любом случае это государственные деньги. Нет, возмещают спонсоры, возмещают... Спонсоры откуда? Это все... Бред. Что, спонсоры? Это предприниматели. Я лично, что им уходить в таком области. Мы с Китая, все отдасты, мы без жилья. Жилье себе в городе. По нашему пожеланию, или в районе, или в городе. Или в районе, это значит, или в районе, для жителей Солужарского района... Я, давайте, прокомментирую, потому что я вот понимаю. Аким сказал, или в городе, или в Солужарском районе. Жители в Солужарском районе, подразумевается, да? Будут приобретать жилье в Солужарском районе. жители города по желанию есть протокольное решение оперативного штаба что жители аварийных домов будут подключаться, приобретать жилье только на территориях из Лужарского города а когда мы получим справки конкретно? скажите, скажите, что происходит это ночная районная территория ну, далеко, конечно, вам приятного на трассу нет, 150, понятно, а не по этому возмещению червы а что ждать, сколько? кто желает, конечно, будет врачом бае, мы будем рассматривать, пойти реки, мы будем рассматривать уважаемый Афин, вопрос, когда конкретные сроки? так про ваше я и спрашиваю, чтобы вас в город переселили я же про вас и спрашиваю они все смотрят они все смотрят его нет а вы даму 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 да зачем вам что-то, если не будет дамы? разрешите я вопрос задам? ответьте на него уважаемый Аким ответьте нам, пожалуйста вот я конкретно вам задам вы подскажите, пожалуйста, по срокам от него не зависит от него дамба зависит а астана от него не зависит вы понимаете это? никакая дамба вас не спасет, если они будут сбрасывать в ее воду ну бабоньки задавайте задавайте это они должны в республиканские куда поднимать они должны вопрос поднимать вот именно а сейчас это не решится вот здесь, понимаете? вот то, что было нынче никакая дамба не спасет если она была по высоте по высоте с железной дорогой вот с той стороны то через железную дорогу она бы пришла нормально понятно понятно по высоте я же говорю вот здесь вот будет сходить он разводился да, я не снизу вот это вот это стоит прямо вот здесь ну что вы что не решили? это марсел 20 ну, что вы знаете что там да? относительно надо делать что да? подожди что да? я понимаю если у нас вот это побудет если дамбы не будет какой смысл во всех да она уже должна должен быть сейчас проект и завтра уже и вчера должны быть Будем документально оформлять, как раз на комиссию. Мы теперь, друзья, мы со завтрашнего дня начинаем рассмотрение комиссии. Вот подготовили первый пакет документов. Будем через Акимат сельского округа вас будет приглашать по фамильному. Своего Акима сельского округа знаете же? По мере подготовки документов будем приглашать сего в Бишкуль. Но большая просьба. Все документы сразу мы моментально не рассмотрим. Мы только по графику и только по фамильному будем приглашать. Только тех людей прошу. Только приезжать вовремя, по времени. Там только также будут рассматриваться другие жители других населенных пунктов. Все так же хотят, все так же ждут. И график вам будет Акимат сельского округа прислать по фамильному. А скажите, пожалуйста, почему не приняли оценку, которую мы сделали сами? Аким увольняется. Что делать? Будем держать. Попросите, держите его. Не надо, не надо. Мол, амфу. Держите его. Мол, а, который меньше болеет. Большая работа как раз зависит от Акима. Вы знаете, он с сердечным приступом давления попал в больницу. А скажите, пожалуйста, почему не приняли оценку, которую мы уже принесли в Акимат? Уже смету принесли. Комиссия как рассмотрит. Будет формироваться бюджетная заявка, финансирование или приобретение, или на ремонт через фонд, который в области. И дальше там в недельный, 10-дневный... Мы пришли в Акимат. Сроки рассмотрения. Не могу сейчас как-то. Как документы. Сейчас некоторые документы даже не в порядок. Сметы даже. Я понял. Я сейчас четко вам не могу. Я понял. Скажите, пожалуйста, мы можем заменить кем-нибудь. Можно? Ведите, пожалуйста. Скажите, скажите. Придете с чутером. Его поставьте. Давайте. Шеф, вот этого. Друзья, друзья, давайте идти. Один вопрос, можно? Скажите, пожалуйста, почему не приняли оценку, которую мы приняли? Дядя, постой, я подожду. Мы уже много поговорили. Давайте по одному. Давайте уважаем. Давайте по одному. Мы принесли чутческую оценку. Потом же все это послышали. Я вас понимаю. Подожди, я не приняли. Я не приняли. Скажите, я не глупаюсь. Берите, пожалуйста. Смотрите, насчет оценки, да? В этих правилах местный исполнительный орган привлекает оценщиков и оплачивает работу оценщиков. Мы выполнили за государство это. Мы сами оплатили. Нам разрешило дело, что не бег разрешил нам. Я не знаю, есть четкие постановления. Я разберусь в этом случае. Хорошо? Члены комиссии в этом случае при рассмотрении документов будут персонально рассматривать вашу оценку, государственную оценку. Через нас пошла ваша. Хорошо? Я постарался. Может, в третьей неделе мусор вынес за улицу. Кому без жилья сидит. Трактор выделяет, да? В эту сторону солдату выделили. И рабочие взяли где-то, не знаю, в городоканал, грузины. Сегодня, послушайте, сегодня обещали Кокбайрат. Они к Канаеву приехали с утра. Я с 7 утра сижу возле дома. Четыре машины. Один трактор погрузчик. Люди все на работе. Мои соседи никого нет. Я им обзвонился. Все на работе. Не можем гостить. В тот раз было день назначения. Мы забрали людей. 5-6 человек готовы стоять. Сегодня никого нет. Как быть? Целые некому стоять. Почему не организовать? Послушайте, вот это мусор. Это зараза натуральная. Мы возле дома сделали обработку. Сейчас мусор ваш уплывет на следующий год. Если мусор смоет на следующий год, давайте. Мусор, мусор, как дамба. Вы что, ты вот это зараза? Вы что не понимаете ее? Мусор надо убирать. Она смоет опять. Смует, смоет. Если сейчас не решить вопрос. Друзья, мусор по графику будем по улицам выводить. У нас получились проблемы. Это связано с том числе и то, что ваш Аким сельского округа приболел. Да, по-человечески можно понять. Три месяца без суббота выходных. В напряжении 24 часа в сутки. Упал человек с давлением. Вот поверьте. Можно вопрос? Сейчас сразу замерзу. Я ему не могу. Нет. Нет других людей. Нет других людей. Есть люди. Там вот находятся пять человек. А комиссию будет делать? Двое уволились. Ага. Я пригласил это молодой человек. Вопрос. Кто из вас сейчас придет на государственную службу? На то, пожалуйста, назначите здесь. Назначите старшего. Сейчас я не могу назначить. Я сейчас кого-нибудь правильно. Ага, здесь есть закон о госслужбе. Да. Сразу же назначить человека в тот же день привезти. Назначить я не могу. Нет. Даже подобрать. Здесь. Ну кто придет? Вы придете. Ну что, давайте выброем выборы. Комиссию, если надо будет. Нас все спрашивают. Вот, коллеги. Нас местные. Нас значит. Хорошо. Ага, мы вас попросим. Вот даже по субботнику. Каждую субботу, воскресенье, да, технику мы прибавляем, приглашаем на субботник. Но, опять же, выходит очень мало людей. Правильно? На работе многие. В районе, честно говорю, да, нету коммунальной службы с большим огромным штатом, чтобы по каждому поселку уйти и каждый день чистить, там по 150 человек выделять. Нет у нас таких людей. Честно говорю. Мы направляем на уборку улиц. Я себе честно прошу другие компании, которые в Бишкуле работают. Но они тоже коммерческие. Вот вы, у вас имеется бизнес. Вы сможете своих людей отправлять, да, по 15-20 человек каждый день на уборку мусли? Не сможете. У вас бизнес встанет. Да вы не сделаете даже. Уверен. Я молодому человеку приглашаю, например, да, придем на госслужбу, помоги нам. Отвернулся, ушел. Да, это наши проблемы. Технику даем. Технику даем. Горы мусора гниют, стоят около домов. Вывозим. Стараемся вывозить. Я знаю, что я сам каждый день объезжаю. Мусор появляется, все понятно. Люди разбирают, выносят еще. Мусор получает. Мы последний мусор до последнего дома будем вывозить. Конечно. Не беспокойтесь. Груда мусора по улицам лежать не водит. Еще один вопрос. За около Нурожил, в конце Нурожил, громадная лужа стекает со всего поселка. Туда текут ручьи бесконечно. С этой стороны уже открыли трубу, там есть труба. С той стороны вода отошла. Проблема, чтобы высохла и подошла техника, когда она высохнет. У нас мы... Когда высохнет, тетушка, там вода, я знаю, там откачивает. Ее наша служба ЧС откачивает. Там уже не откачивает. Там есть порывы. Были порывы. Так уже не надо откачивать. Надо трубу очистить, она самоходом уйдет. За той стороны. Там бы нет. Они это все обследуют. Они проведут работу. Как даже они сделают. В 17-м году мы уже сами копали. Да, вот это вообще очень такой вопрос. Потому что там были порывы. Я сам неоднозначно приезжал. Неоднократно смотрел. Откачивали, откачивали. Откачивали. Когда она высохнет, я сейчас не могу сказать. Да не надо сушить. Нам надо просто трубу освободить. Можно подогнать пожарку и промыть. Хорошо, хорошо. Проработаем. Открывайте его быстрее, потому что мы сушим дома бесполезно. Можно теперь услышать наконец-то ответ на вопрос? Или вам письменно его может быть озвучить, если вы сейчас не можете сослаться. По какой причине мы не можем дальше здесь строиться? По какой причине мы не можем вводить в эксплуатацию построенное жилье? И будет ли вообще решен этот вопрос? То есть ссылки конкретно на какие... Почему мы здесь не можем дальше строиться? Мы официально вам все дадим. Проработаем вопрос. Но вы знаете, что это... Я даже не знаю, когда я домой сейчас. Вот, все на работу дает. Девушки, когда помянут на то, что вы нас не следите? То есть сейчас у нас идет запрет на строительство. Если мы под охраной полоса... Переселяете тогда все тепличное? Все тепличное. Вот опять же, есть правила постановления правительства. А так же, как в ДСРе. Мы оцениваете, передаваете. Оцениваем, проводим аварийные дома. Еще раз повторю. Нет, я не про аварийные. Я, в общем, по судьбе всего тепличного. У нас этот поселок на 95% был подтоплен. Те дома, которые будут подлежать ремонтировать, они здесь остаются и будут... Я захочу баню построить, я ее не смогу в эксплуатацию ввести. Так получается? Жилые дома? Нет, если ваши дома там же остаются... Хорошо, у меня участок делимый, я захочу еще ребенку своему построить там же дом. На своем же участке. Вы его введете в эксплуатацию? Мы законодательство дадим официальный ответ. Мы строительство новых домов, как раз в зоне потопления, не будет. Будет запрещено. Эти вопросы проработаны. Конкретно ответы на это. А там мусору опишите? То есть однозначно запрещено? А если будет дамба, которая... Надо старшего назначить на месте. Мы в общем-то, мы ехали в мусор-менеджер. То есть? Каждая группа старцев товарствует. Уже много групп по доме, есть старцевая группа. Там каждый в улице есть. Все работает. Без проблем. Там все работает. Ага, вы начинаете здесь. Работа идет. Потому что неделю сижу я возле дома. Сыз хана кемеш кой. Бунда каран из кончима. Мы, ол, биртерт кама зөзу, кончимы жюри ватыры. Не работают, а не он стоят. Просто если вы планируете строительство дамбы, тогда защитить, да, поселок, то почему тогда мы не можем быть строительства? Каждая группа, в вакатын, кешки тангы сегизден, кешки жетки динсозу, куларгаде. Мы не знаем, может, на следующий год, в каком объеме вода пройдет, может, меньше пройдет, может, больше пройдет. Ее уже надо начинать строить, ее уже надо строить, начинать. 27-метровую дамбу построить, это надо опять обследовать, это средства нужны. Это надо изучить. А если мы сейчас свои дома восстановим? И на следующий год опять будет такой... Это хотя бы делается? Скажите мне, пожалуйста, проекта есть? Экспертизу надо заказывать этого проекта. Я думаю, что на уровне правительства эти вопросы рассматривают. В 2021 году 8,9 миллионов проекта. Потому что, действительно, такой объем большой воды никто не ожидал. Да, в 2017 году пришел, все ожидали уровень 2017, уровень повышения, но уровень 2017 года он превысил почти три раза. После 2017 года сколько домов построилось на той земле, которую затопило? Сколько домов построилось? Они продолжают по сей день стройки. А почему сейчас вы нас ограничиваете? Почему сейчас они есть? Вы нас ограничиваете сейчас. Вы сдали 17-м году. Почему вы строите? Потому что нам дали разрешение на строительство. Зона потопления была от Ишима. От Ишима никто никогда в жизни не говорил, что мы находимся в водоохранной полосе. От пестрого, да, мы находимся. Но не от Ишима. Никто не говорил, что мы с коими никогда в жизни. Я постарался ответить на ваши вопросы. У меня дальше встреча идет. Почему мы РП дают? Сказали, что 150 будет, а сейчас почему сколько дают? Дают в зависимости от вашего имущества. У нас все в доме. У меня 3-комнатная квартира, кухня большая. Они вот 180 дали. Как опишут, так и дают. А он сказал, что самое необходимое только дают. Ну там есть восстановление правительства. Перечень есть. И где это такой холодильник можно до 180 купить? Холодильник, стенку, диван, кровать. Это как раз является той государственной помощью по возмещению имущества. Конечно, в полном объеме не сможем восстановить, но в том объеме, минимальный объем, где ваше имущество было повреждено, государство как раз это и помогает. Поэтому еще раз повторим. А можно купить до 180 тысяч? Все, что мне будет? Машинку, холодильник, диван, что ли? Друзья, у них есть свои расчетки. Каждый оценщик отвечает на свой документ. В том числе и перед законом. Их завтра тоже будет проверять. Поэтому оценщики работают в рамках своих нормативных документов. Я сейчас не могу сказать. Но этой бабушке оцени там в полном объеме или на такую сумму. Я не имею такого права. Так а вообще написали 150 мрп? Почему стоит? До 150 мрп, не превышающий. Еще раз повторю. Здесь мебель, конечно, у кого-то дорогая. И больше стоит. Миллионы, два, три и так далее. Конечно. Но у нас не миллионы, а обычная. Которая простая, советская мебель была. И ее на уровне рыночной цены смотрят. Все понимают. А почему-то правительство выдаем. Вот, допустим, к ней пришли на 150 мрп. 550 тысяч, да? Как говорится? Да, стать 50 мрп. А вот что там нужно было? А почему-то человеку дали 180 тысяч. На каком основании? Ну, это я еще раз повторю. Хотя бы 150 мрп. Друзья, я еще раз повторю. Они оценивают, как полагают. Да. Но почему-то государство выдают и как полагают. Наш дом находится первый от дамы. Вот прям первый. Его унесло, в принципе. Остался лишь фундамент. До сих пор на участке вода. Он у нас в собственности. Мы его купили за большие деньги. Участок и за большие деньги дом. Почему сейчас нам предоставляют жилье, хотят предоставить жилье там, где мы, в принципе, мы бы если хотели жить в деревне, мы бы уехали в деревню жить. Мы жили в пригороде, мы ездили на работу, на городском автобусе, а сейчас нам нужно где искать дома? В Пишкуле будем искать. В Пишкуле также пригород, также есть маршрутные автобусные сообщения. Жилищный фонд Пишкуле никак не покроет наши дома. Сколько нас? Больше ста домов. Ну, есть другие населенные пункты. Какие? Вот вы представьте, мы жили возле города, мы не можем поехать в Красный Яр, в Пустовое, или какие были, в Семипалатное, в Кипаево, в котором даже нет нормального автобусного сообщения с города. Как мы должны ездить на работу в город, в школу, в сады, и это жилье мне принадлежит, оно мое собственностью. Почему государство должно отнимать на меня мою собственность? Землю. Мою землю. Вы же говорите, мы на этой краске. Будет ли подтапливать? Я не говорю сейчас про подтапливание, я говорю, вот это жилье, оно мое, вот эта земля, этот кусок, он мой. Как я вам его отдам? На каких условиях? Я его вам должна отдам? В этой же локации должны предоставлены жилье. Постройте, вы жил дамбу, и постройте дома на наших участках. Все, не надо нас никуда не переселять. Друзья, я еще раз уже повторяю. Не надо переселять, да. Вы же будете строить дамбу для правой полосы тепличной, а для элитного жилья вы же будете строить дамбу? А мы не достойны дамбы? Наша сторона левая не дамба получается. Это одна дамба. Да? Да, затопит, все, и потом их тоже вышли. Будем укреплять дамбу эту работу, будем ежегодно продолжать. А где дамба? Там же пока нас. Давайте, друзья, я уже на эти все повторяюсь, повторяюсь. Конечно, вопросов много. Я просто уже у меня... Я услышал. Да, что мы хотим... Либо хотим город, либо город, либо тепличный. Мы услышали. Работу комиссии мы будем активизировать, однозначно, да. По мере документов... По мере поступления, я вас услышал, по мере поступления, обработки документов, заявки получается, да, даже ИИН неправильно дают. Пишут... Друзья, все вопросы будем вот так отрабатывать. У нас постоянно здесь специалисты сидят, насчет вывоза мудр будем постоянно работать. Прошу прощения, там другие... Отлично, они будут соглашаться на другое жилье, однозначно. Пусть люди строят там, где... Друзья, я вам ответил на этот вопрос, есть постановление... Здесь разрешения не будет. На это именно нет. Мы же вас не обвиняем, давайте, вы помогите. Вы нам помогите. Напишите нам, вы что хотите нам, мы в соответствии с нормами... На мое имя напишите, я еще раз все законодательство прошерстю и посмотрю, вам дам официальный ответ. Но, еще раз говорю, это зона, сами говорите, да, подтопления, ежедневно, топи и так далее. Официального нет, официального документа нет. Поэтому аварийные дома будут приобретаться в других безопасных населенных... Документа-то нет, что мы зона затопления. Кем это признано, когда это... Вы же сами говорите, что опять ежегодно топится. Где документы это? У нас ничего не топится. Нас стихийно так же, как и подбор уже. В 2017 году нас затопили, а до этого за 30 лет топило назад. И то, это было не то. Если будет, да, у вас здесь будет элитный коттеджный поселок, как им нас и считают все. Хотя это не так, про нас забыли все. Да, получается, правая сторона пущет. Да я с правой стороны меня в джиме затопила, но я же в день с вами. Друзья, я имею в виду, что они не хотят мне подсорку отстраивать. Друзья, мы делаем здесь, на месте, на месте, на месте. Все тепличное. Девушки, еще раз, пожалуйста. Вы, получается, половину подселения хотите выгнать нас всех, а половина пусть остается? Тогда пусть все уезжают с поселок. Мы одинаковую права имеем. Мы на такой же неближемость. Если дом подвижить ремонту, мы будем не плачивать канадзации. Тогда будем приобретать еще больше. Больше вариантов нету. В пределах Канужарского района. Здесь не будет. Все, спасибо, друзья. У меня там еще одна встреча. Будем постоянно вот так встречаться, отвечать на вопрос. Смотрите, а вот здесь Кандашка, наверное, нашего поселка есть. Государство выдавало. Я могу задать вопрос или вы уходите? Я ухожу. А вы не будете отвечать? Вот смотрите, вы говорите, здесь зона подтопления. Здесь есть документы, которые зато, что выдавало адреса. Здесь 50 лет адреса. Откуда зона подтопления появилась? Сегодня она появилась? Нет. А когда? Я не скажу. Вы же сами говорите, каждый год зоны подтопления. Не каждый год его не было. В этом году же подтопило же. А в этом году почему подтопило? Стало не годами. А что у нас стало и годом? Поля пусть и снега нет. Не осталось вас. Отчего? Разлив прикиньшим пришел. Да? Откуда? Ну как? А где ваше государство-то было? Где вот эту дамбу? Кто укреплял? Никто ее не проводил. Почему? Работы не проводили. Да не проводилось. Вот на этой дамбе никто не проводил. Давайте корректно. Вот ту дамбу. А я вас откорбляю, что ли? Ну, используйте. Здесь женщины тоже. Что я использую? Ну, нормально. Я надержу не слова не использую. Вот эту дамбу кто-то укреплял? Вот эту дамбу укрепляли, там работали. А что это не укрепление, что ли? Никто не ожидал, что она 2 метра подняла. А где было-то этот газ гидрометр? Как это не ожидали? Все давали, все предупреждали. Но она пошла. Вы ждали. Никто не скажет, что вода пришла. А кто за меры-то делает? Кто это делает? Кто должен это делать? Друзья, вода пришла намного больше. Вода сейчас космоса пришла, что ли? И она пришла. Нет, вопрос, они в этом сейчас никогда уходим. Что вы хотите? Зачем вода эта пришла? Нет, это вы уводите вопрос. Я не увожу. Я вам сейчас вопрос задаю. Откуда появилась здесь зона подтопления? Почему? Ну, пришла вода, затопила. Нет, стоп, стоп. Почему? Она же не каждый код там. Почему она здесь же адреса есть? Как она сейчас получается? Вот этот вот адрес, это все затопляемо, а рядом она не затопляемо. Это как так получается? Я не знаю. Вот пришла вода, затопила еще. Давайте спросим у того, кто знает. Ну, как это сказать? Вода пришла, затопила, кто ее сказал? Да это же некомпетентный ответ. Ну, как это пришла, затопила? Ну, кто? В воду там дамбу укрепляли. А где бетоном, почему ее не укрепили? Дамбу не было, затопило бы. Правильно? Ну, не сделали... Последний раз в 41-м году вот до сюда вода доходила, пока дамбы не было. А когда дамбу поставили, сюда не доходила даже вода. Я же ответил на этот вопрос. Все, друзья, спасибо. Мы еще неоднократно будем встречаться. Хорошо, хорошо. Ну, ни на один вопрос нормально не ответили. Хорошо, спасибо.